Перевозка опасных грузов требует от водителя не только предельной осторожности, но и соблюдения множества необходимых условий. Этот водитель перевозит пропан. Кроме стандартного изучения документов, пакет которых в случае присвоения грузу категории опасности значительно увеличивается, сотрудник дорожной полиции проверяет наличие огнетушителей. После инспектор просит сделать распечатку карты тахографа. Это устройство регистрирует скорость, режим труда и отдыха водителей. Тут все в порядке. Груз перевозится в соответствии с правилами. С 16 по 22 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». Целью и задачей данной операции является недопущение дорожно-транспортных происшествий с транспортными средствами, перевозящими опасные грузы, а также выявление и пресечение административных правонарушений водителями, должностными и юридическими лицами, осуществляющими перевозки опасных грузов. Сотрудники дорожной полиции также проверили техническое состояние транспортных средств и соблюдение правил грузоперевозок. Данное авто полностью исправно, однако у водителя отсутствует страховка. Это административное правонарушение. Карается штрафом. Следующий водитель встречает нас широкой улыбкой. На позитивной ноте мы с ним и расстаемся, ведь машина в порядке и документы тоже. Счастья, любви! Инспекторы останавливают очередное транспортное средство. Здесь, к сожалению, все не столь радужно. Состояние шин наставляет желать лучшего. А это прямая угроза жизни водителя и других участников дорожного движения. Вот металлический наружу уже вылезает. Ну, пока нечем подмениться. Понятно. Запаска в ремонте. Долго ремонт происходит. Такую резину нельзя использовать. Здесь статья административного кодекса, 12-я часть 1. Сразу составляют по 100 рублей. Ну что ж, будем ли мы отвечать? Сотрудники ГИБДД напоминают, что вместе с правами водители получают и обязанности. Анна Яшкина, Сергей Емельянов, Воскресенские вести. Сотрудники ГИБДД. Сотрудники ГИБДД.